Шоколадные ирисы распустились. Какие красавцы! С солнышкой сегодня так тепло, хорошо, а вон там желтый ирис распускается. По маршрутку. Ну, сейчас дочка позвонила, сказала, что зять меня подберет здесь на остановке и отвезет. Спасибо большое ему за это. Все, еду. Еду, еду, еду на стрижку, на окраску. Покажу вам из салона машины, какие пейзажи за окном мелькают. Смотрите, чуть-чуть. Зеленое, голубое, яркое, солнечное, летнее. Вот такой вот вид из окна салона. Кто здесь жил раньше, уехал. Вот это место называется садоводство. Здесь огурчики, помидорки покупали раньше. Ну что, начнем маленькую экскурсию по главной улице. Пройдемся по главной улице, без оркестра. Кое-что можно будет рассказать, показать. Вот такая сирень еще цветет до сих пор, радует. А это вот произведение искусства. Местный Церетели из воял, ежа, из остатков каких-то. Ну вот, это местная достопримечательность. Около карты города стоит, веселит людей, кто мимо проезжает. Кстати, очень симпатичный ежик колючий. Вот так вот умеют из ничего сделать что-то. Ну что, сейчас перехожу дорогу по пешеходному переходу и начну показывать вам местные достопримечательности. Знаете, летом здесь намного приятнее гулять и что-то показывать и рассказывать. По крайней мере, сегодня я про нет. Очень хорошо. По-летнему, солнечно. У меня немножечко есть времени рассказать. Цветочный переехал в другое здание. Он вот в этом рядом здании был. Теперь немножечко подальше. Цветочный, кстати, хороший. Возьмем на заметку. Здесь каждые полчаса бьют колокола. Святое место. Положительные эмоции. А здесь в 70-х годах муж катался на коньках. Коток зимой заливали. А летом баскетбольная площадка была. На втором этаже в этом здании ресторан и отель. Внизу пивной паб. А вот это вот светлое здание, это Шведбанк. А дальше бывший Кауба Майя. Старый Кауба Майя, как его называли еще. Такой центр. А здесь вот детская площадка. Кто здесь жил? Помните, это главпочтам был, телеграф. Теперь вот здесь внизу тоже пивной паб. На втором этаже учат парикмахеров своему делу. Какие-то еще там помещения, не знаю. Каждые полчаса звонит колокол. Церковь Святого Михаила. После 90-х построили вот это здание. Вообще строительство было большое в всех этих торговых центрах. Сейчас оно практически пустует. А было очень даже с серьезным размахом. И детский отдел был, и для взрослых. Так что закрылся торговый центр. Вот это вот здание, которое торцом стоит. И он отстроили. Двухэтажный дом был. И вот договорились с жильцами, что они дают разрешение, товарищество дает разрешение, постройку второго дома. А те, кто строит, ремонтируют фасад, ремонтируют крышу, ремонтируют трубы. В подъездах ремонт делают. Ну, в общем, капитальный ремонт. И вот теперь красавец дом здесь стоит. Это вот... Бежевого цвета такой дом. Сразу затунга. Касса по безработице. Современное здание тоже. Внутри все с удобством сделано для тех, кто потерял работу. Очень даже симпатично. Эта улица ведет к железнодорожному вокзалу. Сейчас там тоже есть железнодорожный вокзал. Правда, он законсервирован. Но остановка есть. Ходит из Сталина так называемая морковка оранжевого цвета. Скоростной поезд. Так что все в порядке. Сегодня прямо лето, лето. Хорошо, приятно на улице. Вот так я выгляжу сегодня. Таким вот образом. Иду наводить красоту парикмахерская на простом языке. Шел в Наталье на автобусе. Скоростной. А там биодук. Его отремонтировали. Вернее, не так. Построили новый биодук. Четырехполосный. Магазин Эду. Такой замечательный магазин был. И, к сожалению, закрылся. В связи с тем, что в 90-е годы хотели его прихватизировать. И подъездные дороги, которые должны были быть для разгрузки товара, перекрыли. И невозможно было никаким образом подъехать, чтобы привезти товар. Ну, и вот в итоге сейчас здесь китайский ресторан. Вот таким вот он образом выглядит. А магазин Эду был чудесный. Хорошая была заведующая. Здесь был кинотеатр Раху. Сейчас там библиотека центральная. А это ресторан Феникс. Очень уютный был. Когда-то мы здесь Новый год праздновали. А у мужа старший брат здесь женился. Свадьба была. Вот. Интересно, что сейчас там памятники платбищенские. Свечи продают. Вот такие вот преображения. из-за веселья в грусть. Ритуал. Там с левой стороны банк. Бывший. Сейчас на втором этаже, я помню, заказывала окна. С обратной стороны там адвокаты сидят. и фирма. И фирма. Компьютерная фирма. Здесь когда-то булочки, хлеб продавали. Осипенко магазин построил. И вот сейчас даже не знаю, ну, пицца вроде продается. Как-то все это в 90-е годы странно строили. И особо сильно не украшало этот город. У нас вообще в городе в основном парикмахерские на каждом шагу. Какие-то магазинчики маленькие были. Было модно в 90-е годы открывают то мастерские по ремонту обуви, то какие-то пошивочные маленькие мастерские. Ну, в общем, кто во что гораст. Маленькие торговые магазинчики, промтоварные, продуктовые. Это все в 90-е годы. Сейчас большие торговые центры практически закрыли эти магазины. А я почти дошла. Улица, на которой детство и юность провел мой муж, тогда еще не муж, улица Яма. Она тоже ведет к железнодорожному вокзалу. Вот такой вот был банк. Осталось от него только роскошное здание. Современное было, красивое. Здесь вот теперь Красный Крест, охранная фирма. Не знаю, вывески меняются, поэтому что тут еще? В аренду сдают на втором этаже помещения. Магазин здесь был, даже виноводочный магазин. в общем, кто во что гораст. Вот это здание надстроили, оно было не такое высокое. Тоже выкупили в 90-е годы, долго оно стояло. И потом власти ихли заставили привести в порядок. Ну вот, теперь довольно неплохо выглядит. Улица уютная, липовая аллея. Когда-то мы сюда ходили с мужем к его маме. Она жила в доме на первом этаже, на той стороне. Прохладная была очень квартира. Ну, зимой, наверное, холодновато было, а летом было хорошо. Тоже дома строили пленные немцы после войны. Дальше туда детская поликлиника и здание, где мы получаем паспорта и Декарты, где спасатели находятся в Ихве. Кухтлояр и теперь скоро такое помещение откроют свое. А может уже открыли, что-то я не в курсе. Но, по крайней мере, на территории стоянки стройтреста, там, где у нас стояли автобусы, когда куда-то надо было ехать или привозили рабочих для какой-то цели. В общем, на этой стоянке, на этом месте построили здание, где спасатели и полиция. И здание стройтреста снесли. Кстати, крепкое, хорошее здание было красивое, хорошо было там работать, уютно. Так что, вот такая вот история. Смотрите, какие зонтичные, красивые. Кстати, в Ивазе они смотрятся очень хорошо. смыса, manger они смотрят Вот assim много, potential. То, наверное, есть prueba, которые может, какие-то все заставили. Они смотрят, Ну вот и все. Еду маршрутки домой. На улице сегодня прямо лето-летнее. Жарко, но пока ходишь, вроде как не жарко, а сидеть на солнышке мне некогда. Вечером потом пойдем в сад и там посидим. Надо успеть к обеду. Показываю опять обратную дорогу. Такая вот она у нас. Красивые виды забыли. Я ехала, когда смотрю, поле за зимой уже вполне-вполне выросло. Дождя нет, но все равно, видимо, хватает влаги. Ночью холодно и роса. Наверное, вот этим и довольствуются растения. Смотрите, какое небо голубое. Яркое такое. По-летнему. Даже не верится уже практически середина июня. Как быстро. Вроде совсем недавно снег был. Совсем недавно ждали тепла. И вот оно к нам пришло наконец-то. Настоящее лето. Жару не люблю. А вот в саду сижу сейчас, озвучиваю вам этот кусочек. На солнышке жарко, зато нет комаров. В тень пересела. Здесь комары. Одно время их не было уже, а сейчас опять появились. Совсем-совсем не хочется на солнышке сидеть. Да и Патрику не нравится тоже. Сейчас приду и будем обедать. Вот такой вот лак купила. Он стоит 17 евро. Мне надолго его хватает. Очень хороший. Хорошо расчесывается. По крайней мере, волосы, естественно, укладываются. Вот это фирма. Кто мой сладкий? Кто на улицу ходил, да? Там вкусняшка тебе лежит. И еду я положила. Иди кушай. Иди, зайка, кушай. Иди, мой хороший, кушай. Иди кушай. Патрюшенька, иди кушай, зайчик. Ну, и чего? Сейчас покушаешь и пойдем гулять, да? Гулять тогда пойдем? Да. Пойдем гулять. Ты мой хороший зайка. Черный дрозд прилетел водички попить. Но так солнце слепит, что я его практически не сняла. Такой красивый. Вот этих жуков так много в саду. Осваивают территорию. Видимо, июнь у них такой, когда их много-много появляется. Прочитала, что они совсем мало живут. Успевают родить потомство и умирают. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Заходите ко мне на канал почаще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...